Привет! С вами Людмила Савицкая и это моя программа «Страшно далеки». И сегодня мы поговорим о выборах. В этом году в России будут голосовать за губернаторов сразу в 19 регионах. Единый день состоится уже 10 сентября. Я решила напомнить вам, что умеют современные губернаторы-единороссы. Вам, возможно, кажется, что ничего не умеют, но это ошибка. Вы только посмотрите, как они работают. И открывает наш хит-парад губернаторов глава Тюменской области Александр Мор. От него мы узнали, что российские губернаторы умеют смотреть. И Александр Мор абсолютный чемпион по этому делу. Только за это лето он успел осмотреть 16 объектов. Александр Мор осматривает больницы, машины, стадионы, картофельные фермы, заводы и даже юрты. И это еще не все его суперспособности. Помимо умения смотреть, Александр Мор обладает отличным вкусом и всегда выбирает для своих экскурсий только те места, где глаз радуется, да люди заранее готовятся. И ни за что не соглашается осматривать всякие неприятные территории вроде свалок или размытых дорог. Не соглашается, как бы его не уговаривали. А глава Красноярского края Михаил Котюков умеет ставить на контроль и держать на контроле. На должности ответственного за регион он всего 4 месяца, но уже научился этим главным для чиновника словам. Михаил Котюков может смело подаваться в Книгу рекордов Гиннесса, потому что он способен брать на контроль две тысячи вопросов одновременно. При этом предел человеческой многозадачности, по словам ученых, это два-три дела одномоментно. Возможно, Котюков киборг. Как бы то ни было, он берет на контроль школьное питание, будущее метро, строительство пятиэтажек и лесопилки. И казалось бы, возрадуйтесь, красноярцы, вон у вас какой глава ответственный. Но людям-то не угодишь. Взяли и вспомнили, что был до Котюкова в регионе другой губернатор-единорос Александр Ус. И тот тоже что-то постоянно брал, доставил на контроль. Вот только ничего хорошего из этого не вышло. Даже национальное достояние газ в Красноярском крае так и не появился. А титул Ванга года уходит воронежскому губернатору Александру Гусеву. Он умеет прогнозировать рост зарплат бюджетников аж дважды за год за тот год, в котором он идет на выборы. Губернатор Гусев рассказывает, что первый раз он повысил зарплату бюджетникам на 10,5% в январе 2023 года. А второй раз, по его прогнозу, они вырастут на 3% сразу после выборов. Вот только люди почему-то снова не рады и публикуют в интернете разоблачительные суммы. Оказалось, что у кого-то зарплаты выросли на 10%, у кого-то на 6%, у кого-то на 4%, а у кого-то не выросли совсем. А главное, зарплата бюджетника состоит из двух частей. Это оклад, его как раз и повышают, и премия. И вот премию перед повышением регулярно урезают. Такая вот нехитрая чиновнищая математика, которую люди метко называют плевком. Можно, пожалуйста, не надо нам повышение этих зарплат. После них денег становится все меньше и меньше, просят люди. То самое чувство, когда хотел попиариться перед выборами, но налажал даже здесь. А губернатор Псковской области Михаил Ведерников, он же агент 007 в Инстаграме и ВКонтакте, помнит уроки геометрии и умеет запараллеливать работы. Дело в том, что в Псковской области уже 10 лет не могут построить социальный городок. Это что-то вроде современного дома престарелых размером с улицу. Несколько домов с отдельными квартирами, реабилитационный центр, библиотека, часовня, спортзал и разные другие необходимые заведения. По задумке, 100 бабушек-дедушек Псковской области могли бы получить здесь шанс на нормальную жизнь на пенсии. Но получилось качественная российская скрепа-долгострой. И вот губернатор Ведерников сначала контролировал ход работ, потом приказывал ежедневно докладывать, потом требовал ускорить темпы работ. И, наконец, нашел выход. Надел каску и приказал запараллелить работы. Если перевести этого прораба-самозванца на русский язык, то, кажется, он хотел, чтобы рабочие делали какие-то вещи одновременно. С социальному городку эта гениальная идея не помогла. Он снова не построился. Но губернатор Ведерников верит в свой талант прораба по-прежнему. Через год после того самого поручения он приехал на объект и снова приказал запараллелить работы. Михаил Юрьевич, не останавливайтесь. Бог Троицу любит. А самый опасный губернатор живет в Магаданской области. Это Сергей Носов. Он умеет отправлять на смерть. На войну. В Магаданской области были спущены нормативы. По 10% сотрудников каждого предприятия на войну в Украину. Но глава компании «Купол Майнинг» отказался даже брать в руки постановление прокуратуры о мобилизации сотрудников. И тогда губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании потребовал отправить на войну самого директора. И завтра, Юрий Федорович, можете лично, можете поручить своему помощнику. Интегральный директор получил повестку в действующую российскую арку, чтобы расписался в ней или при свидетелях отказался ее получить. Завтра их интегральный директор бывает в действующую российскую арку по повестке. При этом только по официальным данным на войне уже погибло 80 магаданцев. Это в 8 раз больше, чем на чеченских войнах. Но губернатору Носову похороны нипочем. «Мы здесь все, единый батальон Колыма!» Говорит он, сидя в теплом губернаторском кресле. Это была выставка суперспособностей российских губернаторов-единороссов, которые вот-вот переизберутся на новый срок. И вы, конечно, поняли, что это не один Тюменский, Красноярский, Воронежский глава, а все они постоянно осматривают, берут на контроль, прогнозируют, запараллеливают и получают за это хорошую зарплату. Но российские губернаторы не занимались бы такой ерундой, если бы не специальный КПА от Путина. Знаете, чего тут требует в первую очередь от глав регионов? Повышение уровня доверия к власти, к нему, к Путину и к партии «Единая Россия». Если у партии в регионе плохие показатели, вперед губернатор на выход. Если хороший, область получает больше бюджетных денег. Такие вот кнут и пряник. И понятно, что в этой путинской системе ни один честный губернатор, если бы вдруг произошло чудо и его неожиданно избрали, просто бы не выжил. Потому что он бы отдавал госконтракты на строительство дорог, больниц, на ремонт гнилых труб не тем, кому надо, а качественным компаниям на реальных торгах. Потому что он бы назначал чиновниками не тех, кто друг брат Сват или просто из ФСБ попросили, а профессионалов. И, наконец, он бы не отправлял на войну сотрудников главных предприятий региона, а наоборот бы старался создать такие условия, чтобы и они спокойно работали, и новый бизнес в регион с инвестициями приходил. Ну и, конечно, все КПА и папиару Единой России этот губернатор завалил бы просто сразу. Потому что партия Единая Россия, она не для простых россиян, она для Путина и его друзей. Что со всем этим делать? Ну, для начала просто не голосовать за партию Единая Россия ни на этих выборах, ни когда бы то еще. Я уверена, что мы с вами сможем поставить этот вопрос на контроль и осмотреть результаты. С вами была Людмила Савицкая. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин